Всем привет! Вы на канале Роман с Хоккеем. Друзья, сегодня вновь будем говорить про противостояние Металлурга и Авангарда. Ведь на этот раз команды выдали настоящее голевое пиршество, и я уверен, что мой обзор не оставит вас равнодушным. Подписывайтесь на канал, прожимайте лайк авансом этому видео и начинаем! Матчи Металлурга и Авангарда всегда приковывают внимание зрителей, но сегодня это особенно чувствовалось и причина, конечно, в Дмитрие Рибыкине, который буквально неделю назад был уволен с поста главного тренера омской команды, а уже через неделю на один мостик взошел вместе с Ильей Воробьевым в матчи против своего же Авангарда. Причем именно Илью Воробьева в качестве главного тренера Авангарда Дмитрий Рибыкин выиграл в своем предпоследнем матче. Представляете, сколько хитросплетений было в этой сегодняшней игре, и как это невероятно для нашего хоккея, сама по себе история. И чтобы долго не растекаться по древу, я скажу лишь две вещи. Первое, я очень рад, что Дмитрий Анатольевич не стал приостанавливать свою карьеру тренерскую, а очень быстро вернулся в рабочий режим, потому что специалист он, пусть может быть, как и второй тренер, классный. И второй момент, хочу похвалить Металлург за то, что они так здорово сработали. Многие говорили, специалисты и болельщики, что после ухода Френча тренерский штаб Металлурга ослаб. И как раз подписание Дмитрия Рибыкина усиливает этот тренерский штаб. Поэтому это хорошее решение для Металлурга. А вы свое мнение по этому поводу обязательно пишите в комментариях. Я туда приду, и мы с вами обсудим эту ситуацию. Все, теперь переходим к самой игре. И началась она сразу бомбически. Буквально вторая минута встречи. Владислав Еременко вроде бы не опасно набрасывает на ворота, который сегодня защищал Станислав Галимов. Шайба отскакивает от вратаря и попадает точно на клюшку Николаю Голдобину, который легко и играючи переправляет ее уже в пустые ворота. 1-0. Проходит всего 48 секунд, и «Авангард» уже сравнивает счет. Хорошая позиционная атака. Борьба на пятаке. И с третьей попытки Дмитрия Шевченко все-таки зажигает красный свет за воротами Эдварда Паскуалия. После этого взрыва Металлург еще поиграл в большинстве. Арсений Грицук в чужой зоне нарушил правила, после чего был отправлен на 2 минуты. Но в большинстве Металлургу отличиться не удалось. Зато удалось это сделать уже в равных составах. Посмотрите, Эдвард Паскуали отдает за ворота Керону. Керон Карпову. Карпов за лучшую передачу на Андрея Чибисова, который в этом моменте оказался один на один с Михаилом Гуляевым, молодым защитником «Авангарда». И я вот Мишу хвалил, но здесь, конечно, Андрюха продавил его. И здорово разобрался с Галимовым в ближнем бою и вывел Металлург вперед 2-1. Погуляя вот здесь скажу, что, конечно, обидно за молодого защитника, но он очень талантлив. Но, к сожалению, необходимо пройти через и такие моменты, чтобы набраться того самого необходимого, пресловутого где-то опыта. Но, тем более, Чибисов, он один из самых крутых силовых форвардов лиги. И он и взрослого защитника может продавить, поэтому чего удивляться, когда здесь такое произошло с 17-летним парнем. Металлург повел в счете, а «Авангард» бросился отыгрываться. И здесь Жарков хорошо выходил, но Яковлев его остановил не по правилам. И уже «Авангард» получил право поиграть в численном преимуществе. Хорошо атаковали, но забить не получалось, пока все не взял в свои руки Владимир Ткачев. Посмотрите, как долго он готовил свой бросок, нашел идеальную траекторию. И «Шайбет» в самую-самую девятку попало в притирочку со штангой 2-2. После этого гола в исполнении Ткачева «Авангард» контролировал игру, контролировал «Шайбу» и вроде бы даже атаковал. Однако «Шайба» следующая снова оказалась на счету магнитогорской команды. Чуть ли не первая позиционная атака после пропущенной «Шайбы». Голдобин отдает на вершину Карпову. Карпов наносит не сильный бросок с кистей. И Зернов здорово действует на пятачке, подправляя «Шайбу» в ворота Станислава Галимова. Причем в этой смене опять был Миша Гуляев, который, мне показалось, немножко потерял позицию. Но еще что важно, посмотрите, вот за мгновение до эпизода, когда Зернов подправлял «Шайбу», у него была борьба с Ткачевым и Владимир очень легко ее проиграл. Конечно, можете расписать, что здесь было удаление, но, как по мне, хоккей-контактный вид спорта – это была обычная борьба игроков на пятачке, пусть и на дальнем в этом случае. Но Зернов, конечно, сыграл блистательно, и «Металлург» вновь повел в счете. После третьей пропущенной «Шайбы» Михаил Кравец решился на замену голкипера вместо Станислава Галимова. На лед вышел молодой воспитанник Андрей Мишуров. Но и Мишуров недолго оставался сухим. Все тот же Денис Зернов забросил четвертую «Шайбу» буквально через две минуты после третьего гола. Но какие тут могут быть претензии к Андрею в этой «Шайбе»? Ведь оставили на растерзании и защитника, и вратаря, и «Зернов» с передачи Голдобина очень легко отправил свою вторую «Шайбу» в этом матче в ворота соперников. Однако на этой заброшенной «Шайбе» я хотел бы остановиться чуть более подробно и разобрать, как же получилось так, что Голдобин с Зерновым ушли 2 в 1. Для этого воспользуюсь своей миниатюрой и расскажу вам, как здесь складывалась ситуация. Вот смотрите, здесь с «Шайбой» находится «Зернов», он у борта, и на него выдвигаются игроки «Авангарда» Ткачев, Шевченко, а вот и центр «Форвард Бродхерст» тоже находится рядом с бортом, при том, что он центральный нападающий, а он вот здесь, да, тоже ближе, справа находится. Светберг, защитник, тоже на этом же борту, а «Береглазов» в центре площадки. И вот здесь, смотрите, «Зернов» уже избавляется от «Шайбы», и вот сейчас ненадолго пускаю, стоп. И вот мы видим, что «Береглазов» тоже отодвигается ближе к правому борту, в то время как эта линия для паса на Карпова абсолютно открытая, и Маклюков ее исполняет. Но и здесь, вот смотрите, все еще могло обойтись для омской команды, если бы Светберг не пошел на Максима, если бы он не пошел, то было бы 3 в 2. Это менее опасно, чем выход 2 в 1. Но Светберг пошел, и Карпов сделал очень быстрый пас, отрезал Виктора. Ну а здесь уже та фаза, которую я вам показал. Голдобин с Зерновым легко разбираются во всем. Неутешительный первый период, при том, что если брать моментом, продвинутую статистику, то видно как раз, что вторая половина периода прошла под небольшим преимуществом «Авангарда». Но вот грубые ошибки в обороне, плюс к всему идеальный подход с точки зрения реализации своих моментов у «Металлурга», и на табло мы увидели аж 6 заброшенных шайб. Перед вторым периодом мне было интересно, как же продолжится игра. Будут ли тоже голы, или команда подуспокоится, тренеры наведут порядок и постараются сыграть построже в обороне. Особенно сильно я переживал за Андрея Мишурова, потому что молодой вратарь в такую сложную игру входить непросто. Тем более сразу практически пропустил. На старте второго, там он за воротами чуть не упал в простейшей ситуации. Думаю, парень нервничает, но, казалось бы, игра способствовала, потому что начало второго периода прошло достаточно спокойно. Там был длинный отрезок без пауз. И перед самой рекламной паузой уже Егор Яковлев бросал по воротам Мишурова. Мишуров поймал, и Яковлев ледяной стружкой его окатил, после чего был отправлен на 2 минуты. И вот, казалось бы, счет 4-2 для «Авангарда» возможность вернуться в игру, забросить в большинстве, при том, что у них в первом периоде получилось реализовать попытку. Но опять какая-то несогласованная игра в средней зоне, зоне потери. И Архип Николенко врывается по правому краю, делает великолепную передачу поперечную на Павла Акользина. Опять здесь не успевает Береглазов. И Паша очень точно в одно касание направляет шайбу точно под планку. И это гол в меньшинстве. Счет становится 5-2. И «Авангарду», конечно, худшего развития событий не придумаешь. А «Металлург», напротив, вновь выходит вперед с разницей. Причем разницы уже все больше и больше. Но, опять же, отдадим должное «Авангарду». Большинство продолжалось. Они создавали моменты, но смогли забросить уже только в равных составах. Причем гол получился очень интересным. Потому что Алекс Бродхерст ворвался в зону «Металлурга», перехватил пущенную защитником шайбу, подработал ее ногой. Ткачев ему тут же вернул. И Алекс так матера на неудобную. И под планку отправил шайбу. Счет стал 5-3. И вот вроде бы вновь эти эмоциональные качели, которые заставляют думать о том, что сейчас «Авангард» попытается вернуться. Но прошло всего 42 секунды. И «Авангард» вновь контролировал шайбу в зоне «Металлурга». Но, опять, как же Сталевары здорово развернули свою контратаку. И уже ответная атака Коростелев с шайбой. И вот здесь игроки «Авангарда» прижимаются к своему вратарю. Коростелев никому не отдает передачу. Очень долго шайбочку контролирует. А потом идеально лазерно попадает в дальний угол. Тут комментатор на КХЛ ТВ Леонид Вайсель сказал, что вот Мишуров, зачем его поставили, ему рано играть. Но, опять же, ребят, когда таким мастерам, как Никита Коростелев, даешь столько времени на принятие решений, на подготовку своего броска, жди беды, это как пить дать. Все-таки в КХЛ очень высокий уровень игроков. И посмотрите, на повторе там шайба в самую притирочку со штангой попадает. И счет 6-3. Если вы считаете, конечно, что это вратарский гол, то, опять же, переходите в комментариях. Давайте обсудим, как здесь сыграл Мишуров. Может быть, это у меня такая точка зрения, и она вообще там неверная. Опять же, еще две с небольшим минуты проходят. Металлур контролирует шайбу в зоне «Авангарда». Отдают Керону. Керон вытаскивает на себя вратаря нескольких игроков. И делают очень хитрую, скрытую передачу на мае, который с разворота красоту кладет уже в пустые ворота Мишурова. И опять Андрея не было здесь на воротах, но он выкатывался под бросок Керона для того, чтобы сократить угол обстрела. И здесь обвинять вратаря я тоже не могу, потому что Металлур просто расчерчивал идеально красивые комбинации, в то время как игроки «Авангарда» смотрели хоккей. Ну давайте объективно. Я обычно не критикую, но в обороне должны играть все. Должны помогать своему вратарю, а не отдавать его на растерзание. И вот 7-3 счет становится. У «Авангарда» вообще все валится из рук. Практически там сразу Рид Буше зарабатывает абсолютно ненужное удаление. Причем достаточно агрессивно против Голдобина сыграл в чужой зоне. Проходит 3 секунды с момента вбрасывания. И Алекс Бродхерст еще за блокировку отправляется на 2 минуты. «Авангард» в эти практически 2 минуты играл втроем против пятерых. И назревала восьмая шайба, но все-таки отбились о мячи. В концовке периода еще Шеребзянов отправляется на 2 минуты за игру высоко поднятой клюшки против Андрея Чибисова. Снова большинство у «Металлурга». И вот опять Корбан Найт, который вернулся, который в формате игры втроем против пятерых несколько раз бросался под шайбу, ловил ее на себя. И снова это нам говорит о его характере, что даже несмотря на такую ситуацию, на счет на табло, он играет и отдается своей команде. И вот здесь уже за 6 секунд до конца он перехватывает, выбивает шайбу в средней зоне у Лайпсика и легко переигрывает Эдварда Пускуали на последнем рубеже 7-4. «Металлургу», я думаю, не стоит здесь предъявлять какие-то серьезные претензии. Да, там так получилось, но все-таки, когда у тебя плюс 4 практически в конце второго периода, понятно, где-то там концентрация, небольшая расхлябанность. И в большинстве тоже 5 на 3 играли где-то, может быть, чуть вальяжно. Ну, давайте признаем, что они могли себе позволить по этой игре. В третьем периоде, конечно, все могло бы развернуться, если бы «Авангард» смог быстро оформить пятую шайбу в этом матче. Однако в начале периода у «Металлурга» было большинство, потом был момент у «Бродхерста». Ну, а дальше команды уже доигрывали примерно уже в более таком спокойном режиме. И на самом деле больше голов в этом матче мы не увидели. 11 шайб именно на этой отметке команды остановились. «Металлург» уверенно победил. И чтобы охарактеризовать этот матч, мне кажется, лучше всего подойдет послематчевое флеш-интервью в микс-зоне в исполнении Ильи Воробьева. Давайте там небольшой кусочек. Оцените действия своих флопейщиков. Ну, несколько такой бесшабашный, наверное, такой бразильский матч получился, да, с обеих сторон. Много голов, много ошибок в обороне. Но главное, что мы два очка берем с собой, да. Я думаю, нашу публику мы прилично порадовали. Я думаю, понравилось. Действительно, бразильский хоккей мы сегодня увидели. Очень нетипичная игра для регулярного чемпионата КХЛ. Все-таки здесь большинство матчей проходит в более упорной борьбе с гораздо меньшим количеством заброшенных шайб. Но согласитесь, именно поэтому такая игра ценится. Потому что для болельщиков это нечто новое. Когда ты не успеваешь отойти от событий, которые происходят. Один гол, второй, третий, четвертый. Шесть голов в первом периоде. Пять во втором. И классная игра, согласитесь, такие тоже должны быть. Особенно в регулярном чемпионате, когда здесь нет такого давления с точки зрения результата. Когда команды могут себе позволить на дистанции выдавать что-то такое фееричное. Чтобы мы запоминали, мы любили. И мы ждали именно такого хоккея. Конечно, все получилось в атаке. Многое получилось в атаке. Меньше получилось в обороне в исполнении обеих команд. Дмитрий Рябыкин одержал первую победу в качестве помощника Ильи Воробьева против авангарда. Теперь пути Рябыкина и авангарда расходятся. Ну, а у меня по этому матчу добавить-то больше и нечего. Голы говорят сами за себя. Я жду вашего мнения по этой игре в комментариях под этим видео. Обязательно прошу вас, ребят, поставьте лайк этому выпуску. У вас много просмотров, но лайки вы ставите очень редко. Пожалуйста, поставьте. Это помогает видео продвигаться. Для меня это очень важно. Также подписывайтесь на мой телеграм-канал по ссылке в закрепленном комментарии. Подписывайтесь на мой второй канал, где теперь я выкладываю прогнозы вместе с другими журналистами, блогерами, экспертами. Кстати, на этот матч тоже был прогноз. Можете посмотреть, увидеть. Ну и, конечно, самое главное, друзья, не забывайте, что у вас роман с хоккеем. Всего доброго.